По-моему, сейчас идет как раз эта пропагандистская информационная война. С разных сторон пытаются заходить и теперь уже даже использовать вновь сформированные органы территориального управления, чтобы критиковать, рассказывать о каких-то там долгах, которые возникали. При этом люди, живущие здесь, они же очень хорошо понимают, что было место с управлением. И на качество их жизни ровным счетом влияла именно вот такая команда, команда Грудинина, в том числе и среди депутатов. Ну, это да. Вопрос же в другом. Будет ли она возрождаться, кстати, вот пишут в социальных сетях. Будет ли команда Грудинина снова действовать? Нет, она никуда не делась, она же действует. Ну, да, мы потеряли какое-то количество бойцов, но что такое потеряли? Они так и живут же на этой территории. Другое дело, они никуда же не делись, они продолжают работать. У них теперь нет властных полномочий, но, несмотря на это, мы же ставим, ну, хорошо, пришло новое руководство. И фактически мы предъявили им мультиматум. Или вы работаете как предыдущие, скажем так, муниципальные власти, или мы тогда разрываем с вами отношения и сами начинаем выполнять ту же самую функцию, но уже, скажем так, без вас. От того, что они угробили сельское поселение или местное самоуправление, от того, что дорожки перестали чистить, или что озеленение не проводится, или что не красятся там, допустим, переходные переходы, деревья. Мы, а управляющая компания на 100% наша, и то, что обслуживает поселок, она, это факт. Они могут дальше ухудшать, но это приведет только к тому, что нам просто больше денег придется тратить на содержание поселка. Но поселок-то мы не бросим. Поэтому есть понимание, что мы теперь не вместе с администрацией, не вместе с муниципальной властью работаем для блага людей, а теперь вынуждены, скажем так, противостоять им. Надеемся, опять же, я вот слушал это выступление этого юноши из Терра-дела, который рассказывал, что он сохранит все, что было сделано Добренковой, что даже приумножит. Ну, посмотрим, потому что пока действия совершенно другие. А вот все-таки на политическом уровне идет борьба за, чтобы суды были свободны, чтобы они принимали решения справедливо и так далее. Геннадий Андреевич Зюганов. Да, вот как РФ. Это же они, в том числе тогда и перед областным судом, перед областным судом делали акции протеста, пока это было не запрещено. Он уже, наверное, две пачки бумаги списал, письма посылал исключительно всем, то есть, ну, учитывая то, что все-таки это руководитель фракции, очень известный политик. Но на его письма либо ответов нет, она потом, кстати, говорит в своих выступлениях, либо они уклончивы. А тут такая интересная ситуация, знаешь, собака лает, а караван идет. То есть, там написано черным по белому, что судебные приставы нарушают закон, что Следственному комитету пора уже разобраться с рейдерами, которые, ну, понятно, что даже за границей находят, то есть, оказывают давление всяческое, что судьи принимают абсолютно неадекватные и неправильные решения. Ну, что такое, на протяжении политики уже двух с половиной лет все арестовано в совхозе, и никто ничего сделать не может. Понятно, что у нас никогда не было никаких пайщиков, но арест земельных участков по заявлению так называемых пайщиков есть. И все, без исключения уже, по-моему, и судьи там всех судов понимают, что это обыкновенная рейдерская атака, но поддержанная настолько сильными фигурантами из власти, что протестать им невозможно. Ну, вы знаете, я скажу, что этот Саблина, о котором вы часто говорите, ну, о нем никто и не знал, пока, вот, собственно, вы не стали рассказывать о нем. Нет, дело в том, что эти люди работают несколько по-другому. Саблины знали в районе прекрасно, и никто же не скрывал, что колхоз Горького, Ленича, очень много хозяйств Московской области, мы их считали около 18 хозяйств, были захвачены этой группировкой. И это советник губернатора Громова, это член Совета Федерации от Московской области при господине Воробьеве, это депутат Госдумы, который все время избирался, ну, сначала по-московскому, сейчас уже по Москве, значит, это известная личность, о ней делал, скажем так, Навальный, значит, просто до определенного момента эти люди находятся в тени. А потом у вас и выясняется, что, с одной стороны, офшоры, яхты, дома, откуда-то непонятные деньги, а с другой стороны, у госслужащих, и доход его как будто бы ограничен. Ну, это все известно. Вы же тоже не знали до определенного момента, что у, например, спикера, например, Единороса Мосгордумы 2 миллиарда, ну, не знали, а потом знали. Я боюсь, что вот этот отрицательный отбор во власть как раз и приводит к тому, что власти нужны люди, у которых все время это рыло в пуху, но они прям так тогда подконтрольны и делают все, что им скажут. Я слышал, вам на Новый год подарили яхту. Да, до сих пор вот здесь она лежит, потому что пруды закрыты, она такая красивая, это игрушка такая. Яхта у меня есть. Название придумали? Она там, кстати, с названием, с моторчиком, с батарейками, все в полном комплекте, на Новый год я получил. Теперь несколько слов. Смотрите, действия властей и наши действия. Вот мне известно, что у меня постановление губернатора лежит, оно датировано 28 мая от 263 ПГ, где вносятся изменения в режим повышенной готовности и системы предупреждения к ледации членных ситуаций. Тут написано, что, оказывается, можно открыть с первого числа, с первого июня парки. И, ну, были дождливые все дни, погода была не очень, особенно в парке никто и не рвался, потому что там постоянный дождь. А сейчас вот погода сегодня, первый день, хорошая, и вроде бы надо их открывать. Но, с другой стороны, там написана такая интересная вещь. Вы можете открыть парки, но должны тогда завязать все скамейки ленточками, закрыть все детские площадки, сделать так, чтобы в беседке никто не заходил. И на вас лежит ответственность выполнение гражданами санитарной дистанции сохранения. Если что, вас наказывают. И мы тут оцениваем ситуацию, думаем, ну, хорошо, мы откроем, допустим, пруды, детский парк, завяжем все ленточками. И сколько эти ленточки продержатся? Я же вижу, как, например, в домах, особенно в тех домах, которые огорожены заборами, у нас вот эти 22, 23, 24, 20. Ну, в общем, все дома, где ограниченный вход. Ленточки уже давно разорваны, дети уже между собой бегают и скачут, и сделать это ничего невозможно, потому что как-то выйдешь на улицу погулять, и что, будешь маршировать по этим дорожкам, именно сохраняя социальную дистанцию? Ну, это ясно. И поэтому, сказав А, но не сказав В, владельцев или там операторов парков, власть поставила в такие условия, что их в любом случае накажут. А тех, которые вроде как не очень удобны для власти, накажут сразу в тысячу раз. Тем более, что неадекватные действия властей, помните, как это? Женщина лежит прикованная к постели, а ей пришло штрафов на 40 тысяч за то, что она якобы, скажем так, ни себя ни вовремя не сфотографировала, еще что-то не сделала. И вот этот социальный мониторинг, у нас вроде как, по московскому, слава богу, пока еще этого нет. Но я понимаю, что время от времени ты видишь гуляющих этих полицейских, они не просто так гуляют, у них в руке папка с бумажками, они выписывают штрафы по определению. Поэтому нас-то найдут сразу. Поэтому мы пока думаем, что пока власть не разрешит, не снимет вот эти ограничения. Потому что я считаю, что на лавочке сидеть можно, почему мы не должны людей блокировать. Ну, неважно, ходят, но он сидит, главное, чтобы он социальную дистанцию соблюдал. В беседках, пожалуйста, если там семья пришла отдыхать, а как детей без детской площадки оставить? Они что должны делать-то? Выйти на улицу и дальше-то что? Тут тоже много вопросов, больше, чем ответов. Поэтому мы пытаемся, вроде как, соблюдать правила, но одновременно дать возможность людям, скажем так, чувствовать себя людьми. Хотя это сложная вещь. Продолжение следует...